Основная задача большинства игр сводится к выживанию протагониста, но есть и такие, что вверяют судьбу главного героя в руки игрока. И кстати, привет! С вами Айвори. Из этого видео ты узнаешь десятку игр, в которых твой выбор решает жить главному персонажу или умереть. И берегитесь спойлеров, без них тут, ну, никак не обойтись. Всем приятного просмотра и... понеслась! Сикеро Шадоу Дайтвайс обладает четырьмя концовками, в одной из которых протагонист игры Волк погибает во имя спасения юного господина. Дабы не нашпиговывать тебя, мой дорогой зритель, лишними спойлерами, акиутку яблоками, я опущу описание остальных трёх финалов. Чтобы упокоить главного героя, для начала понадобится сделать роковой выбор. Встать на сторону приёмного отца Филина, как обязывает кодекс воина, или же продолжить служить господину Куру. Без сомнений выбираем сторону мальчугана, плюс попускаем взорвавшегося папашу. Далее надлежит выполнить ряд обязательных действий, ставьте на паузу, если интересно, что приведут к трагичному финалу под названием Очищение. Под занавес Кура теряет бессмертие, но тем не менее выживает. И всё благодаря самоотверженности Волка, отдавшего жизнь ради спасения любимого господина. Судьба протагониста из легендарной игры Far Cry 3 Джейсона Броди полностью ложится на хрупкие плечи игрока. И пускай на протяжении сюжетной линии бедолага не раз оказывается на волосок от смерти, тем не менее финальный выбор, быть или не быть, остаётся за вами. Судьбоносное решение, определяющее дальнейшую судьбу протагониста, встаёт перед игроком в миссии с кричащим названием «Трудный выбор». Есть два стула. На одном убийство Лизы плюс любовные утехи с горячей сестрицей Васа Цитрой, а на другом спасение товарищей. Для трагичного финала, ради которого мы собрались, придётся черкнуть по горло тяночки и предаться ритуальному соитию с Цитрой, которая насильно пропишет ножик в брюшной полости Джейсона. Мда, надеюсь, сну сну того стоило. Клюквенный шутер Singularity, повествующий о нелёгкой судьбе бравого американского солдата Натаниэля Ренка, оказавшегося в центре временной аномалии, имеет несколько концовок, зависящих от действий игрока. Кстати, на канале есть подробный обзор, ссылочка в описании. В Singularity доступно три полноценные концовки и одна недоразвитая. В финале игры Ренка, а значит и игроку, придётся сделать выбор. Убить тирана Демичева из-за недальновидного спасения Коева и заварилась временная каша, или же упокоить учёного Баррисова. Но последствия данных решений нас не интересуют. Ведь главный герой погиб не только в том случае, если вернётся назад во времени и прикончит прошлое себя, дабы избежать рокового спасения будущего тирана Демичева. Убив себя в прошлом, Ренка из настоящего самоликвидируется, тем самым схлопывает ангенциальную вселенную, чем порождает новый таймлайн. Но по факту тот Ренка в роли Коева мыстоически преодолевали заключение, героически погиб. А что касаемо недоконцовки, для неё достаточно быть максимально пассивным, то есть не делать выбора вовсе. Что неминуемо приведёт к смерти протагониста от рук Демичева, но, как я уже говорил ранее, это не тру концовка, а лишь гейм-овер. Один из лучших шутеров, пропитанный мощнейшим антимилитаристическим посылом и сложными сероморальными выборами спецопс The Line, вверяет судьбу протагониста в справедливые руки игрока. Ближе к развязке истории, капитан спасательного отряда Дельта Мартин Локер окончательно едет крышей, из последних сил пытаясь укоротить назойливые галлюцинации в виде покойного полковника Джона Конрада. И тут есть два исхода. Либо Локер признает свою вину за содеянное, после чего покончит с собой, либо продолжит винить во всех смертных грехах эфемерного злодея Конрада, а значит выживет. Чем, собственно, подарит игроку ещё один непростой выбор. Когда за Локером прибудет эвакуационный отряд, вы вправе как сложить оружие, после чего вернуться домой, так и начать пальбу, что приведёт к скоропостижной смерти безумца. Есть черта, за которой нет пути назад. И если повезёт, мы перед смертью выполним свой долг. Так что... Я хочу одного, капитан. Хочу мира. Как по мне, подобные истории не имеют права заканчиваться хэппи-эндами. Согласны со мной? Сюжет Блатомен Лего Силфкейн рассказывает витиеватую историю дворянина Каина. Однажды Каин в воле случая пал жертвой бандитов, попал в ад, где и встретил коварного некроманта. Тот предложил усопшему возрождение в обмен на душу. Ослеплённый жаждой мести герой принимает сомнительное предложение, после чего возвращается в мир живых в облике вампира. На протяжении игры Каин регулярно шатает мировой баланс, чем приближает гибель Носгота. В итоге перед могущественным Кровосисей возникает сложная дилемма. Уничтожить мир и стать его единоличным правителем, или же пожертвовать собой ради восстановления баланса, вернув тем самым Носготу прежний цветущий вид. К несчастью, данный выбор иллюзорен, ведь у игры есть продолжение, а это значит, что смерть Каина не канонична. Anyway, возможность прикончить Кровосисю в рамках данной игры у вас всё-таки имеется. Bloodborne, тащим-то, как и все задротские медзаковские игры, лично мне ближе его мультфильмы, не лишён нескольких окончаний, которые под стать витиеватому и задротскому сюжету, немножечко долбанутые. Та, в которой Охотник превращается в зловонный морепродукт, сегодня нас не интересует. А вот та, что ведёт к гибели протагониста, очень даже. Для её активации всего-то и нужно, что принять финальное предложение хитрюги Германа. Старик обещает Охотнику свободу, но получить её можно лишь через отрубание головы здоровенной косой, что символично. И, несмотря на то, что после Секир Башка нам покажут катсцену с пробуждением главного героя, нетрудно догадаться, что страдалец пал смертью храбрых. Да вон, даже кукла прощается с Охотником у его могилы, что как бы намекает. Плюс, при выборе второй концовки становится очевидно, что Герман далеко не добрый старичок. Так что можете кидать в меня тухлыми помидорами, но я уверен, что при таком раскладе герой склеил ласты. GTA 5 достаточно гибкая игра в плане выбора судеб действующих лиц. Ведь только от ваших решений зависит, кто из трёх героев доберётся до финала, а кто примерит деревянный Макинтош. Исключение составляет лишь расово верный Франклин, он сюжетно неприкасаемый. Смиритесь с этим. Тем не менее, вы всё ещё вправе убить как Майкла, так и Тревора, на ваше усмотрение. Жаль, конечно, что всё троица одновременно прикончить не получится. Был бы весьма нестандартный финал для GTA франшизы. Каждая игра серии Метро имеет две концовки, хорошую и в противовес плохую. Но сейчас нас интересует исключительно бэт-энд двух последних игр франшизы, Метро Ласт Лайт и Экзодус. Ибо именно в них протагонист Артём получает билет в Альхаулу. Сразу замечу, что смерть Артёма каноном не является. Anyway, если проходить игру в стиле плохого парня, вас, скорее всего, настигнет не самый радужный финал. В конце Ласт Лайт Артём героически взорвёт ДБ, забрав с собой врагов, выживавших заполучить комплекс для своих злых целей. Очень трагичная и душесчипательная концовка, прошу заметить. А в финале Метро Экзодус Тёмыч получает лошадиную дозу радиации. И, несмотря на старания и поддержку товарищей, погибает, оставив суженую горевать у своей могилки. Мы могли бы жить, как всегда мечтали, но ты всё пустил под откос ради меня. Ненавижу тебя, ненавижу! Не могу жить без тебя, но придётся. Лейт мотивом игры Until Dawn является пресловутый эффект бабочки. Иными словами, каждое действие и всякий выбор, совершённый игроком, будет иметь последствия, и зачастую летальные. Кроме шуток, в данной игре гораздо сложнее спасти жизнь главным героям, нежели упокоить бедолаг максимально негуманным. Но, в заправду зрелищным способом. Что говорить, если в худшем раскладе абсолютно все действующие лица мучительно погибают. А кое-кто даже превращается в жуткого монстра, что по сути куда хуже смерти. В игре Detroit Become Human за авторством знаменитого Дэвида Кейджа есть три основных героя андроида. Революционер Маркус, страж порядка Коннор и дивергент домохозяйка с прицепом Кара. По опыту предыдущих игр, фигурирующих в данном видео, нетрудно догадаться, что обилие действующих лиц максимально развязывает руки сценаристу. Ведь парочкой другой героев всегда можно пожертвовать. История каждого здешнего протагониста имеет несколько концовок, одна из которых непременно с печальным исходом. И даже более того, некоторых героев можно прикончить чуть ли не в начале истории, тем самым полностью перечеркнув их сюжетную ветку. Вот за такую гибкость и вариативность мы и любим игры Квантик Дримс. А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Есть чем дополнить или хочешь продолжения? Тогда снизойди в комментарии и напиши свои примеры игр, в которых смерть главного героя в финале зависит от вашего выбора. И они обязательно станут частью сиквела. Ну а ежели выпуск тебе понравился, тогда не сочти за труд выполнить простенькую ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дергай похотливый колокольчик, рубай все уведомления на своем ведрофоне, ляпай детственно чистые комментарии, подписываться на канал, не забывай. И кстати, поддержка в виде оформления спонсорства на канале также приветствуется. Это крайне выгодная сделка, вы мне шейкили, а я вам бонусы и плюшки на канале, плюс контент, конечно же. Так что подумайте об этом. На этом всё. Всем удачи и... Пока... Один из лучших шутеров, пропитанных мощнейшим антиметалл... Бляляляляля... Бляляляля... Бляляляля... Ты что за хер... Бляляля... Господи... Зачем я написал вот этот е... Бляля... Мог же написать проще. Субтитры делал DimaTorzok